Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. Это вторая часть видео о том, что съела моя кожа пустые баночки 2020 год, январь. Ссылка на первую часть будет в моем комментарии. Так, Фаберлик, продолжаем. Ванильное лакомство, крем, который я ругала, ну даже баттер такой, да, крем-масло для тела, ругала за аромат. Я вам уже рассказывала про него, аромат был непонятный какой-то. Вы говорили мне, потому что это бренд Фаберлик использует не натуральную ваниль, а ванилин, да? Ну, не знаю. В любом случае, сама текстура божественная, шикарная. Она прямо увлажняет и питает замечательно на зиму. Кто спокойно к ароматам, там они натуральные, ненатуральные, я-то так немножко придираюсь, придираюсь. Но пока на меня никто не обиделся, слава богу. От бренда Фаберлик мне тоже присылают что-то попробовать. Раз в месяц я заказываю на определенную сумму, мне высылают. Вот есть разочарование, честно вам скажу, есть и хорошее очень средство. Я тоже об этом вам рассказываю, все, честно. Но вот тут, если бы не аромат, я бы с удовольствием повторила. Но я уже нашла похожее масло в похожей текстуре, но с приятным ароматом. И вот в этом видео я давала вам отзыв на некоторые средства от бренда Фаберлик. Так, ну и предлагаю, наверное, с Фаберлик дальше продолжить. Гель-трансформер для лица очень мне понравился. Вот в отличие от некоторых средств, которых я вам в последнее время говорила, по поводу ароматов каких-то странных или еще чего-то. Вот это хорошее средство. Такой какой-то нейтральный аромат, практически его нет. Water Drop Merchurizer. То есть, это с муцином улитки, такой вот гель, который превращается в воду при нанесении на лицо. Хорошо увлажняет. 0,875 у него артикул, 50 мл. Понравился мне эта новая их линейка из Юл, которая совместно с корейским брендовым поставщиком ингредиентов. Производится хорошее. Уже традиционно хвалю ксиологи и увлажнение питания линейку. Вот эта питательная маска, по вашей рекомендации, я ее заказала попробовать. Мне понравилась. Использовала и как крем, и как маску, потому что она не смываемая. Очень удобная вещь. Действительно универсальная. Мне кажется, в поездке шикарно. То есть, можно нанести, наверное, и на тело даже. Она очень-очень питательная. Кто ищет питательную, хорошую масочку, то вот можете попробовать Фаберлик. Очень даже бюджетная. Сыворотка, вот которую ругала за аромат. Для меня это аромат дегтярного мыла. Ну, то есть, я нормально его переношу, этот аромат. Но мне кажется, что сыворотки должны пахнуть более привлекательно. Хотя она хорошо увлажняет и даже подпитывает кожу. Она приятная. Но ее тут, увы, немного. По-моему, 15 мл. Это вот новая линейка Варио она называется. И мне она, в принципе, понравилась. То есть, по действию понравилась. Но по аромату абсолютно нихт. Сыворотка такая, как молочко. Вот это, по крайней мере, эликсир. Риккл Кеа номер 3. Их там всего, насколько я помню, 4, да? Или 5, 4, по-моему. Вот это, как молочко, вот с такой пипеткой. И вот она пока из всех, которые мне... Которые я попробовала, мне понравилась больше всего. Но у нее очень какой-то странный аромат, повторюсь. Так, белорусская косметика тоже заслуживает часто довольно моего внимания. Что-то мне дарит, что-то мне... Я менялась на что-то в своих запасах с друзьями. Для того, чтобы попробовать тоже вам рассказать. Витекс, совершенная фарфоровая кожа, молочко-тоник с люмисферами для лица. Не сильно оно как-то люмисферит особенно, но похоже на такой вот полужидкий, ну как сыворотка. Знаете, вот похоже на то, что по консистенции, как вот эта самая сыворотка. Вот Фаберлик. Такое молочко-тоник, которым я, честно сказать, не снимаю макияж, да? Здесь написано «очищает, снимает макияж». Использовала его в формате тоника, которым проверяла, досняла ли я везде макияж или нет. То есть, я умываюсь гидрофильным маслом, потом использую пенку и потом протираю лицо ватным диском, чтобы быть уверенным, что вот здесь вот где-то по периметру у меня не осталось тона или не осталось защитного крема. Я такими средствами макияж, повторюсь, не снимаю. Но, в принципе, как вот такой вот дополнительный вариант очищения, который не нужно смывать потом, мне понравилось. Витекс вообще производит косметику, которая мне подходит и нравится. Но я не считаю, что там как-то можно омолодиться этой косметикой. Это очень базовый такой уход, ежедневный, очень бюджетный. И, в принципе, я многое от чего пробовала. Кому интересно, у меня есть целый плейлист «Белорусская косметика». Это бюджетная косметика, которая, в принципе, достойна вашего внимания. Не все работает, не все приятно, не все такое, знаете, прям вот сразу бежать и покупать. Но что-то я интересное нашла, поэтому для любителей белорусской косметики загляните, пожалуйста, в этот плейлист. Закончился интимный гель от бренда «ДАВ». Как-то не произвел на меня особенного впечатления. Аромата приятного, которого я ждала от «ДАВ», обычного, да, вот такой стандартный кремовый аромат. Кремового мыла я тут не нашла, какой-то непонятный аромат. В общем, его настолько было для меня мало, что, наверное, больше я повторять вот это мыло не буду. Как-то оно не очень хорошо пенится. Теперь два крема, которые мне очень понравились. Один, который я использую регулярно и приобретаю, как только есть какие-то скидки. Мостурайзинг крем от бренда «Клиник». Очень хорошо увлажняющий крем, имеет плотную нагелевую текстуру, тает на коже, прекрасно увлажняет в течение дня. И, в принципе, он мне как раз нужен, бывает, вот в такой период зимний, когда моя кожа страдает от сухости в особенности. То есть, в летний период я могу его использовать, например, на зону шеи и декольте, если уж он ко мне в запасы затесался. Вообще, я всю косметику свою разобрала по срокам годности. И, таким образом, я все это внимательно проверяю. У меня ничего не пропадает. Видите, вот везде стоят сроки годности. Итак, это мой такой уже любимчик, который я регулярно использую зимой, осенью. И новинка, которую я попробовала буквально недавно. Заказывала его с польского сайта. И это «Пани Валевская» такая их традиционная, довольно бюджетная косметика. Очень красивая упаковка. Маме заказывала такой крем, по-моему, 60+, он или 70+, ну, какая-то такая была цифра удивительная. Или даже 80+, ну, в общем, меня это удивило. И я решила, что да, такой крем нужен, наверное, питательный. Крем специально для кожи, склонной к упирозу, к такой истонченной коже, для чувствительной кожи, склонной к покраснениям. Как протектор сосудов должен работать. Но я ничего такого не заметила за ним. Кроме того, что это хороший, питательный крем с приятным, но довольно ярким парфюмированным таким вот запахом. Если вы страдаете ностальгией и хотите попробовать, они по-прежнему хорошие, эти кремы. Можно приобретать. Ссылочку на сайт, где можно купить «Пани Валевская» я вам оставлю. Он действительно хороший, такой рабочий крем именно на зиму. Бренд Ифраше. Мы обожаем гели для душа, мыло различное, вот это мыло для рук. Но вообще мы его использовали для тела. Очень удобная упаковка и очень долгий такой вот аромат остается. Хорошее средство, не сушит кожу. Великолепный, свежий, такой приятный, очень зеленый аромат. Я его очень люблю, когда-то непременно повторю. Очень хороший, очень мне понравился. Мне понравилось. Ну, точнее, так, оно хорошо увлажняет кожу, но не более того. Я же ожидала от этой сыворотки, вот по такой цене, по которой она продается, бренд Clorans называется. Это Serum Super Lift Multi Regenerate. Я ожидала все-таки за эту цену большего эффекта, какого-то разглаживания, возможно осветления. Ну, чего-то такого, что я скажу, да, это стоит своих денег. Но, к сожалению, кроме такого приятного увлажнения, я ничего особенного не получила. Я уже вам немножко жаловалась тоже на эту сыворотку. Нет, какого-то яркого аромата не имеет. Ну, и смысла, мне кажется, тоже ее использовать нет. Есть сыворотки более бюджетные, которые тоже очень неплохо увлажняют зону под глазами. Сказала ли я, что эта сыворотка для зоны вокруг глаз именно предназначена? Да, надеюсь, что сказала. Еще кремчик затесался от бренда Faberlic из той же серии Vario, что и вот эти самые маленькие сыворотки. Eye Cream. Я должна вам сказать, что неплохой крем, то есть он хорошо увлажняет зону вокруг глаз. Мне понравилось, но я наносила его не только под глаза, на губы, еще вот тут. В общем, я его наносила с собой несколько дней на работу, а он у меня таким образом и ушел. Я обновляю еще крем в течение дня под глаза. В общем, вещь неплохая, но мне кажется, что должна быть все-таки какая-то упаковка поудобнее. Не вот такая, потому что он довольно жидкий такой, знаете, крем. Ну, не густой, не баттер. Что с запахом опять в этой линейке? Какое-то дегтярное мыло в одушке или мне так кажется? Напишите мне, вы пробовали или нет. Но сами по себе средства хорошие, понимаете? Вот почему нужно было такой аромат спорный делать? Я не знаю, вот так линейка называется. Eye Cream. Хороший крем. В принципе, если есть какая-то прям такая значительная скидка, то берите, пробуйте. Я думаю, что вам скорее понравится. И мой любимый крем под глаза. Это All About Eyes Rich. Я думаю, что я уже все уши вам пророжжала. Просто потому, что он очень плотный, маслянистый. Вы покупали с таким же типом кожи и говорили мне, что да, это правда работает. Не путайте, пожалуйста, два крема All About Eyes и All About Eyes Rich. У меня вот видите, именно серия Rich. То есть, насыщенный маслами. Он прям вот густой-густой, как масло. Из-за этого он используется очень экономно. Его надолго хватает. На распродажах он стоит примерно 1500 рублей. Здесь всего лишь 15 миллилитров. Я знаю, что в Европе продают по 30 миллилитров. Я бы, честно говоря, сразу бы купила его по 30. Но так, знаете, все равно он очень долго используется. Очень. Потому что его нужно капли. Он тает на коже. И это самый долго играющий крем у меня под глаза. Вот именно от Clinique. Понравилась мне сыворотка. Вот бренда Holika Holika. Но цена у нее такая, знаете ли, я покупала со скидкой в свой день рождения в Revgosh. Там 50% скидка предоставляется за накопленные баллы. И вдруг, если кто не знал, я взяла со скидкой несколько сывороток, на которые практически никогда не бывает скидка. То есть, таким образом воспользовалась. Муж долетел, наконец, до Сочи. Вот видишь, они так не работают, как ты, ночами. Хорошо. Целую. Пока, мой хороший. Ура! Муж звонил. У нас там проект просто идет в Олимпийском дворце. Так, о чем бишь я? Понравилась, да? Мне эта сыворотка Holika Holika One Solution Antirulical. Она, я не могу сказать, что, опять же, от морщин, но она хорошо питает кожу. При этом она не жирная, вот как ни странно. То есть, она и увлажняющая, питающая. Но здесь есть спирт. То есть, каким образом корейцам удалось совместить такие вот ингредиенты, и при этом хороший результат, я так и не понимаю. В общем, они какие-то волшебники, как Фаберлик. Видите, вот эти вот сейчас все пепочки одинаковые примерно. По похожих сыворотках, с похожим действием, по меньшей цене я вам уже рассказывала в отдельном видео. Так что вы туда загляните. Но, в принципе, если вот с 50% скидкой, то стоит, конечно, пробовать. Что очень понравилось, просто вот очень, и что космически долго у меня использовалось, это вот такой вот крем Serum Contour Intense. Я его наносила и на лицо, и под глаза, и только под глаза. В общем, он в основном для, ну, таких вот контурных применений, вокруг глаз, ну, вот на какие-то морщинки. Он действительно хорошо очень кожу тонизирует, подтягивает. Здесь пептиды, здесь, ну, масса всего. Я состав вам показываю. Офессиональная косметика Plyana. У меня есть договоренность с этим брендом, что если вы пишете код Жанна в комментарии к своему заказу, то вам вкладывают 5 пробников. А у них такие внушительные пробнички. Пров такой вот уход с очень активными составами, с идеальной упаковкой, которой ничего не страшно. Вот, с другой стороны, вы можете ее раскрутить и проверить, все ли вы использовали. Вот, правда, крем отлично. 30 миллилитров здесь, вот в этой упаковке. Обратите внимание на этот бренд. Правда, я думаю, что тем, кому, ну, вот уже нужно прям бороться с возрастными изменениями, стоит обратить внимание на активные составы. Маслица, которая у меня закончилась для губ. Я хочу вам напомнить, что в бренде L'Etoile есть вот такая вот замечательная штучка, последние капельки использую. Это масло для губ. Я взяла в прозрачном таком вот варианте. Ну, в желтоватом есть цветные с тиндом. За полную стоимость, по-моему, 700 рублей я бы его не купила. По скидке пополам 300 рублей нормально, выгодно, потому что долго оно используется. Оно очень похоже на масло от Clorans. Которое по ценам таким, ну, серьезным, настоящим, как мой муж говорит. У меня сухости губ постоянная, поэтому я вот такие средства использую и до помады, и на помаду, и вообще по твоей помаде не ношу. А вот такие вот штучки – это мои постоянные подружки. На этом все. Очень надеюсь, что я была для вас полезной. Пишите, пожалуйста, что из того, что я показала, использовали вы. Непременно пользуйтесь скидками, ибо я для вас их выбиваю. Забирайте все подарки из всех брендов, каких только можно, пожалуйста. Вот, потому что я очень хочу, чтобы вы тоже каким-то образом в благодарности от меня были поддержаны, были одарены, были счастливы. Спасибо огромное, что вы были сегодня со мной. Я желаю вам удачи, и, конечно же, будьте благодарны за то, что имеете. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!